всем привет вы на канале зум прокат меня зовут ира и после небольшого перерыва мы возобновляем нашу новостную рубрику как и прежде будет здорово если вы подпишитесь на наш канал нажмете на колокольчик и поставите лайки а теперь коротко о том что вы могли пропустить в нашем фото-видео аудиотехно сериале за время пока мы не виделись неугомонная компания sony как начала с нового года выпускать разные клевые штуки типа полнокадровый 50 мегапиксельный фото-видео без зеркалки sony a1 которая снимает 8к так и не может остановиться по сей день недавно sony анонсировала компактную полнокадровую камеру sony alpha fx3 из своей кинолинейки получился такой микс вроде как и sony a7s 3 и sony fx 6 типа а давайте придумаем что-нибудь новенькое да ну зачем мы же уже все придумали по параметрам камера очень похожа на свою родственницу sony a7s 3 у нее 12 мегапиксельный сенсор снимает в 4к предлагает те же битрейты и кодеки еще у нее есть фазовое обнаружение на датчике и механизм стабилизации короче казалось бы зачем но тут начинается интересное fx3 имеет компактный пыли и влагозащитный корпус с охлаждающим вентилятором установленным вне герметичной области непосредственно рядом с датчиком и процессором благодаря чему она может снимать дольше чем a7s 3 а это уже заявочка на победу от ближайшего родственника sony fx 6 ее отличает то что у fx3 нет 10 и нет видоискателя зато есть набор разъемов 1 четверть для крепления аксессуаров на верхней панели по бокам поэтому устанавливать аксессуары можно прямо на камеру без использования клетки а еще в комплект поставки входит ручка со встроенным адаптером xlr 1 четверть трс что позволяет подавать на камеру до четырех каналов звука в продаже и и обещали середины марта 21 года с рекомендованной ценой 3899 долларов первые экземпляры уже начали появляться но пока это не официальные поставки видимо чтобы владельцы камеры sony a7s 3 сильно не расстраивались им запилили новую прошивку версии 2.0 и теперь у них тоже есть цветовой профиль с синитон и они могут снимать картинки как киношные fx 3 и fx 6 и меньше заморачиваться на посте наконец-то скинтон в камерах а серии стал более приятным и натуральным нельзя не порадоваться этому знаменательному событию ведь шли к этому около семи лет а для полного счастья атамас объявила что вместе с sony работает над переносом записи прорез раф на свой монитор-рекордер ninja 5 при подключении к новой камере sony fx 3 через hdmi все это затеяли чтобы атамас ninja 5 мог записывать 16-битный раф с разрешением 4к 60p но есть нюансы дело в том что fx 3 может выводить 16-битное видео в формате раф через порт hdmi а ninja 5 может записывать прорез раф только в 12-битном формате что означает что любой материал прорез раф записаны на ниндзя 5 будет 12 бит но это будут 12 бит из 16 бит помимо поддержки камер sony компания атамас объявила о том что в новой прошивке atom os 1063 будет поддержка прорез раф и для других камер ссылка на прошивку будет в описании к видео камеры кодеки и профили это конечно прекрасно но в sony еще объективов наваяли и не просто а профессиональный полтинничек премиум качество sony fx 50 миллиметров f12 g master который недавно анонсировала компания объектив дает дополнительные пол ступени экспозиции в корпусе того же размера и веса что и планар 50 миллиметров 14 который присутствует на рынке уже несколько лет как следовало ожидать от объектива g master объектив 50 миллиметров f12 имеет прочную конструкцию и защиту от атмосферных воздействий включая вторсодержащие покрытие на переднем элементе для защиты от пыли воды и отпечатков пальцев sony fx 50 миллиметров f12 g master поступит в продажу в середине конце мая по цене 1 1999 долларов помимо этого прекрасного объектива компания sony представила сразу три компактных объектива с фокусными расстояниями 24 миллиметра f2 и 8 40 миллиметров f2 и 5 и 50 миллиметров f2 и 5 они обладают металлическим корпусом и устойчивы к попаданию пыли и влаги вес самого тяжелого из них составляет всего 174 грамма ожидаются в продаже в конце мая а их стоимость составит 599 долларов за штуку компания black magic дизайн объявила выходе и тут же выпустила в продажу свою новую камеру black magic pocket cinema camera 6 к про новинка получила встроенные д-фильтры новый откидной дисплей с яркостью полторы тысячи нит новый тип питания виде аккумуляторов типа sony nbf 570 дополнительный вход mini xlr и увеличившийся по габаритам и весу корпус также для камеры сделали дополнительные эксклюзивные аксессуары в виде батарейной рукоятки и съемного видоискателя если интересно вот тут можно посмотреть наш первый взгляд на эту камеру с первыми экземплярами появились и первые проблемы у пользователей что к сожалению характерно для устройств производимых черной магией что вы собственно хотели некоторые владельцы уже столкнулись с отказом механизма встроенных н.д. а также сразу разрывами шлейфа откидного монитора так что если вы хотите быть в числе первых обладателей то покупайте камеры у авторизованных дилеров чтобы избежать проблем и воспользоваться официальной гарантией с другой стороны всегда можно подождать пока компания немного допилит свои девайсы а пока приходите к нам зум прокат и берите их в аренду компания диджай выпустила свой первый fpv дрон и успела наделать с ним немало шума уж чего только с ним не вытворяли первые блогеры тестировщики издевались как могли а трейлер к выходу самого летательного аппарата по накалу может посоперничать с многими блокбастерами по сути это первый all-in-one fpv дрон с цифровой передачей сигнала а также обладающий некоторыми функциями обычного и уже привычного дрона диджай где в определенный момент можно переключаться с полностью ручного управления на полуавтоматическое или полностью автоматическое управление в том числе и с удержанием точки или возвратом домой на этих автоматических режимах многие первые пользователи и погорели разбив свои агрегаты и там уж непонятно то ли дело в кривых руках то ли в недопиленной прошивке но правда скорее всего как обычно где-то посередине так что будьте аккуратны и внимательны летайте на симуляторе и набирайтесь опыта если планируете покупать себе диджай fpv как раз за это время может и прошивку допилит вы уже наверное в курсе что в 2021 году илон маск развернул нешуточно бурную деятельность акции тесла подскочили ввиду выхода новых моделей дефицита производства и госконтрактов spacex вовсю готовится покорять космос и близлежащие планеты отправлять туристов верхние слои атмосферы и на фоне всего этого великолепия проскочила не особо масштабная новость о чипировании обезьяны по имени пейджер ну казалось бы чипировали да и чипировали чё такого то кого уже только и как только не чипировали в наши темные времена но мне показалось интересным именно то что чип вставили не для того чтобы управлять шимпанзой а чтобы шимпанзе смогла использовать чип как инструмент управления посредством ввода информации представьте себе возможное недалекое будущее с помощью чипа человек сможет мысленно управлять устройствами вроде компьютера смартфона или голографических очков но даже не это самое интересное тонкости кроются в деталях представьте например монтаж ролика короткого метра или тем более полноценного фильма с помощью такого чипа без участия внешних контроллеров напишите в комментариях хотели бы вы установить себе такой чип может быть не сейчас а через два-три года когда технологию доработают это же натуральный киберпанк что у нас но все пошли ждем ваше мнение и вот еще новость от компании google который до сих пор не может победить свои алгоритмы и поэтому если вам что-либо понравилось на каком-либо youtube канале нужно не только поставить лайк подписаться на канал но и выбрать все подписки нажатием на колокольчик потренируйтесь делать это прямо сейчас прямо у нас всем чао